В Театре Астана Опера прошел музыкальный вечер, посвященный творчеству итальянского композитора Джоакино Руссини. Произведения звучали в сопровождении симфонического оркестра под руководством Алана Бурибаева. Произведения Джоакино Руссини прозвучали в камерном зале Астана Опера. Это первый концерт театра в новом году. Оркестр выступил под руководством прославленного дирижера Алана Бурибаева. Мне хотелось, чтобы в этом концерте мы представили вот эту грань его таланта в контрасте с его вот этой знаменитой, более знаменитой, так сказать, в мире комической составляющей его сущности. Поэтому в этом концерте, это концерт именно контрастов. Мы будем играть произведения из его комических опер и сразу же сопоставлять, показывать публике в другую сторону его таланта, которая менее известна. На череду репетиции маэстро не упускает ни одну деталь. Точки для каждого солиста подбирает индивидуально. Большую роль играет и зал. В жизни Алана Бурибаева их были сотни. С юностью он начал ставить сложнейшие оперы и считается первым казахским дирижером, руководящим выдающимися оркестрами мира. Вы затронули тему залу. Мне интересно, какие залы ваши фавориты в мире? А в залах я выступал самых разных, честное слово. От самых, так сказать, глухих, где вообще нет эха. Вот я вам расскажу одно такое впечатление в моей жизни, которое запомнилось. Это было в Австралии, в Мельбурне. Я играл в Сидни Майерс Баул. Это такая огромная площадка. 20 тысяч зрителей. Все сидят на вот этом зеленом лугу. Но самое главное, там дальше Тихий океан. И мы играли Чайковского, 812 год, увертюру, которая с пушками, с колоколами, с фейерверками. Но надо было просто видеть, во-первых, вот это южное небо, когда начало темнеть, и звезды вокруг. И мы начали играть Чайковского, но при этом ты видишь садящееся солнце. Загруженный график дирижера преследует всю его творческую деятельность. Помимо зарубежных выступлений, на его счету десятки поставленных опер на родине. С нами, маэстро, поделюсь я своими планами на этот год. Сейчас я еду в Хельсинки, в финскую национальную оперу. Десять спектаклей Евгения Онегина Чайковского. Затем я лечу, у меня Австралия и Новой Зеландии. И в первый раз я буду на острове Тасмания. Это для меня очень интересно. Город Хобарт, там симфонический оркестр. Затем я возвращаюсь в Будапешт, в национальную оперу Венгрии, где возобновление «Война и мир», совершенно верно, которая в этом году прошла. Сейчас будет еще несколько спектаклей. И, безусловно, стана опера. Уникальная программа концерта прошла с аншлагом. Среди зрителей большой популярностью пользуется все творчество Россини. Сегодня в репертуаре «Астана опера» представлены три комические оперы итальянского автора. Северный цирюльник, шелковая лестница и итальянка в Алжире.